В Каневе, Черкасской области, музей Кобзаря разрушают дожди и талый снег. Гидроизоляция цокольного этажа не задерживает воду. Из-за этого в выставочных залах сыпется штукатурка, а стены покрываются плесенью. Это при том, что помещение всего 7 лет назад сдали в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции. Обо всем подробнее в нашем материале. О таких выставочных залах с уникальными экспонатами работники Шевченковского национального заповедника мечтали годами. И мечта осуществилась в 2010-м. После масштабной реконструкции вместе с современным интерьером музей Кобзаря получил и дополнительные залы с огромным фондохранилищем в сокольном этаже. Но там уже третий год, плесень и грибок. Реконструкция музея началась еще в 2004-м, вспоминает директор заповедника. Работы проводились поэтапно, по мере поступления финансирования. Исторический долгострой обошелся госбюджету в 96 миллионов гривен. А вот его разрушительные последствия библиограф Людмила Дищенко устраняет уже за свои кровные. Дыры почти в новых стенах замазали пластилином, чтобы не затекала вода и не заползали муравьи. Места, где отпала штукатурка, заклеили обоями. Ну как уберечь музейные книги от грибка, научные работники пока не придумали. В рамках, когда приходу на работу, открываю векна, проветрюю. У меня тут вообще выключено опаление в ночи. На рану включаю, потом после того, как закрыла уже векна, чтобы прогревалось все. Тала и дождевая вода заливает весь сокольный этаж музея. Директор подозревает, что подрядчик установил некачественную гидроизоляцию. Или же ее вообще под стенами не положили. Кому предъявлять претензии, не знает, ведь и заказчики, и подрядчики, и исполнители работ в течение шести лет постоянно менялись. В 2010-м строители вообще работали наспех, чтобы успеть к 200-летию Шевченко. Подрядчик был сначала заповедник, а в 2008-м, когда были выделены деньги с суммой 34 миллиона, такая более серьезная сумма, тогда было сделано решение передать права замовника, именно в управление капитального будильника, проектные работы института УКРНДИ и проекта реставрации. А замовником, подрядником выступала корпорация УКРР. Получить комментарии в этих структурах сейчас невозможно, они реформированы. На официальные просьбы руководства заповедника о помощи в профильном Министерстве культуры пока отмалчиваются. А вот на информационный запрос подробности все же ответили письмом. Мол, при подготовке проекта госбюджета на 2018-й учли проблемы музея и просят Минфин согласовать выделение 12,5 тысяч гривен на ремонтные работы. Хватит ли этих денег, если их все же и дадут, пока неизвестно. Ведь экспертиза помещений музея не проводилась, на нее тоже нужны деньги. Леонид Аборин, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.